МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имеет центральную часть и боковую часть. То есть, если человек зарабатывает, где бы он не зарабатывал, он не пойдет грабить. Это местный мексиканский памятник. Как памятник Ленину. Независимость. Главный по памятнику страны. Независимость от испанцев. С левой стороны такая двойная полоса. Это такой, знаете, откровенный отмок денег в губерну, которые решили реформу украсить. Типа она некрасивая. Поставили ту машину после того, на которую стоят четыре с половиной миллиона долларов. Это паялка, а в коем денег. Это просто свистая штука, да. Слышится такая агентамика. Два года легализировали марихуану. 5 грамм можно носить с собой. Курить в общественных местах можно. Там, где нет детей. Но легализировали только лишь в городе Мехико. То есть, они здесь открыто продают ее. Там любую, причем, сорт можно купить. Легализировали только в городе Мехико. Не легализировали по всей стране. А они говорят, подождите, если я пойду в Капульку, хочу покурить. Здрасте, что я должен делать, да? И вот они бастуют. Бастуют они уже, получается, три года курят сидят, да? Вот такая. Ну, знаю, правда. Я один раз мимо проходила. Восемь часов вечера. Меня качнуло. Знаете, мне... Блин, у меня стакан арома не качнет, да? Тут, знаете, мне качнуло прям. Я прям, ну... Видно, я так вдохнула хорошо, да? Ну, у нас такой курит, и где-то часов восемь вечера, ну, наверное, больше ста человека одновременно, да? Вот, конечно, как я вдохнула, видно, сильно. Чайна-таун. Чайна-таун есть везде. Мы выполнены занавес из миллиона кристаллов, ну, обычных кристаллов. На занавесе изображено такой китовичный мексиканский пейзаж, долина, каркусы, горы, но обрабатывала Тиффани, поэтому при подаче света и тени создается эффект восхода солнца, заката солнца или поля. И, кстати, мало кто знает, что одна из последних работ Тиффани, это было вот как раз-таки вот этот вот театр. После Чилокиха не будет шла. Театр изящных искусств. Когда у нас феминистки здесь ехают, конечно, все здания такие архитектурные, закрываются в целиком. И театр закрывают им двойным деметровым забором, двойным. А лошадь не успели закрыть. И вот, как тогда феминистки расписали, расписывали. И самое высокое здание у Мурсии. 54-й год уже. Во время сильнейших изменений, оно качается, но... Ничего. Да, ты не успеешь, да? Театр потрясающий просто. Красоты. Белый мрамор, который привезен специально из Испании, как балласт на кораблях. Просто белого мрамора в Мексике вообще нет. Не существует. А это здание мексиканских банков. Одно. И, кажется, второе вот это. Это главмачтам в Мексике. И вот в него мы сейчас зайдем. Это потрясающе внутри. Мексиканцы очень, да, все нормально, хорошо к ним относятся, потому что люди, эти миллиардеры, тот же Чапу, допустим, да, Александр Гузман, да, это люди, которые... Это люди, которые... Вот как они жили в своей деревушке, то он стал там мультимиллиардером. Ну, он копил такс на углу. Ну, купил он себе там машину за миллиард, да, ну, построил он себе дом. Но жизнь свою он не меняет. В смысле, мексиканцы, они очень тяжело выходят из своей вот матрицы, в которой они выросли. Поэтому, живя в своей деревне, они очень сильно улучшают эти города и деревни. Строят дороги, строят госпиталя, покупают там какие-то, ну, вещи для школ, потому что им деньги тратить некуда. Это здание Зулехо. Здание, ну, старинное. Здание 8-летний такой, старинное. И здание принадлежит нашему миллиардеру. И в нем находится магазин круглосуточный. И там туалет. Центральный туалет города Мехико. Это вот в туалете, прикиньте. Такие балки на потолке. Какая-то старинная-старинная плитка. Умывальнички. Смотрите. Старинное здание ресторана. Все выложено плиточкой такой красивой. И вот люди просто тут сидят, кушают. Очень, очень красиво. Непередаваемая красота. А здесь, в этом же ресторане, сразу аптека. Этому парню уже ничем не помочь. Тут же шмотки. Пожалуйста. Наливайся. Куртки, муртки. Сумки, кексики всякие, пончики. Бейкеры. Маказин очень удобный. Тем, что есть и сувениры, и аптека. И первой необходимости вещек. Когда все начать... У нас там и били, допустим, в своем материале, чемоданы. Это всегда, когда такое происходило, я сразу радуюсь. Вот в магазин купить не убито, да? А потом очень удобно... Но все магазины и сети работают до часу ночи. У нас хоть не всегда засыпано в озере. Поэтому это собор просевший. То есть, этот собор не построен ниже. Это собор, который уходит под землю. На два метра он уже просел. Вот что значит плохой фундамент. Зашли внутрь этого собора. Смотрите. Вообще красота. Ага. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Да уж Всё падает Всё вниз просаживается Очищение от злых духов готовится А вот главный кафедральный собор Площади Революции Эта площадь третья в мире по размеру Первая пекинская Вторая московская А здесь в Мексике третья по размеру Представляете? главная площадь вот такой безумно красивый какой-то дворец этот не дворец собор ну вы конечно конечно же слышали такое название как ацтеки да на самом деле времени с таким именем не существовало сами себя это время называли мишики поэтому страна в которой вы сейчас находитесь это мещико и город соответственно тоже мещико и мишики мишики вышли в 1111 году из неизвестного места оттуда пошли вместо семи пещер это место археологами не было найдено предположительно это место находится где-то на территории современной канады и сильно-сильно на севере и по легенде они должны были осесть том месте где не видят кактус на котором сейтарем держащих плю и змею и тут они 200 лет и в 1325 году приходят на озеро якобы по легенде на этом озере они находят свой кактус на котором сейтарем держащих плю и змею и решают осесть решают осесть их начали начали оттеснять ну как вокруг озера жили какие-то люди да их начинают оттеснять на острова почему потому что на островах было огромное количество змей люди боялись этих змей и по а на воде они построили потрясающую вещь чинампас или плавающие сады или искусственные сады то есть воду они втыкали в палки засыпали землей и на этих островах они выращивали кукурузу перечили и фасоли так далее хрусты овощи и все это да по много-много урожая почему потому что все это омывалось водой еще через 200 лет на эти земли приходят испанцы и испанцы спрашивают у до остаточных уже майя тоже самая большая сила и майя отвечают мишикас и тогда испанцы идут и где-то там 500 километров от мексиканского берега мексиканского залива два года идет война через два года с аватом 1521 году испанцы побеждают и они решают осесть здесь эрнан куртез завоеватель этих земель мог построить свой город свою страну в любой долине которого он захотел но он решил построить на месте покоренных мишика и построил на озере что он делает он выводит по каналам воду за гором засыпает получившуюся воронку засыпает разбирает пирамиды из этого же пирамидального камня все построить даже пирамидальный камень поэтому что происходит родники как били под землю так они и бьют земля рыхлая камень тяжелый поэтому те здания которые мы видели сами жутко просевшие первый собор второй собор и все остальные здания на эту улицу сейчас посмотрите увидите вот это здание это здание это здание а видно не по уровню просадка почему потому что мы находимся на засыпанном озере дают еще 100 максимум 200 лет этому городу всем старинным зданием вот это здание допустим после желтого она полностью развалилась поэтому сейчас поставить картинку да это здание полностью развалилась углавная вот видите а это здание кстати где мы не шли сейчас вы уже знаете вы увидите что город весь плывет город весь перекошен пирамиды человек поднимался чтобы приблизиться к богу солнца бога луны куда-то приблизиться к водам поэтому пирамиды служили для того чтобы подняться просто а вот это пирамида она вообще имела два храма до смысла была подняться на пирамиду зайти в храму помолиться нам богам да это пирамида не ла даже два храма увидим два храма посвященный богу слалоку богу воды и дождя храм который поближе посвященный богу уйцела почты богу завоевателю или богу конкистадору вот ну это приблизительно выглядел один из островов здание периодически просаживаются и не знаю видно на камере это или нет что они вообще ни разу не в горизонт вот здесь вот показываю сейчас здесь вообще нет здания это просто картинку вставили потому что она полностью разрушилась из-за того что из-за того что здесь все просаживается и какие фундаменты не делай все равно за определенное количество времени происходит просадка у них что храм еще почта все одно красиво да 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 почта благословляя битер на службу не хочет и там не может заодно собор которому несколько сотен лет вот я держу телефон ровно собор завалился получается влево все опять же из-за того что мехико находится на месте пересушеного озера видно для того что под наклоном храм находится как не видно очень мелко на там нечаянно мы на свадьбу попали нечаянно пойдем с ног пойдем с ног пойдем с ног пойдем с ног это как мы видели да посмотри какая пирамида Люба ее люди построили представляешь древние это давным 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 когда не было подъемных кранов когда не было техники никакой не было тракторов вот эти вот маленькие пирамидочки это еще не пирамидочки это подставки под храм просто храмы не сохранились не все пирамиды далеко раскопаны и вот это все вот эти холмики это просто не раскопанные пирамиды там даже видно лестница часть стены но оно все заросло и просто вот это еще не раскопали ну может быть когда-нибудь раскопают Люба тащится от этих кактусов мы на все кактусы реагируем здесь вот этого делали вот эти все как раз на конечке да но из черного не из радужного а это из камни из камни а вот этот считается черный но все-таки уже радужный этот радужный видите переливает пирамида солнца ооо ну она прям да да покажи вот в сравнении с людьми насколько они ну в сравнении с людьми а что они вон они люди кругом ходят видно что это просто оооой они очень ласковые но их не выпускают наружу потому что им очень холодно они лысые и они забираются под машины греться и их давят собачка сфинкс иди сюда а потом у нас здесь бегала там ну девочка щенок уже подрастающая жопу подставляет чесаться да мы тут короче ловим лысую белку вот эти вот настойки использовали шаманы для того чтобы шибче общаться с богами но они по факту просто ловили белочку сильно большая как большая ну в смысле я чик пытаюсь достать и все равно их задевают ну да кто чему рад лицо от солнца закрывать естественно ну да ну да ну да ну да ну да красивая вот это вот девчонка вот это вот гриша да ух ты привет Гриша Люба а почему ты думаешь что его Гриша то зовут? я хочу его так называть пусть это Гриша для меня привет Гриша мы приехали в настоящий мексиканский ресторан и впервые за все время сколько мы находимся в Мехико мы попробуем мексиканскую еду ресторан очень красивый называется La Catrina Catrina это вот эта девушка которая в красивом платье а сама она скелет вот ее зовут Catrina у нас Люба влюблена в кактусы она когда их видит она мечтает их попробовать мы пришли в ресторан и заказали салат из кактуса короче вот мне принесли стейк из страуса а у Максима стейк из оленя а тут бакамоле да наверно в этом бакамоле какой-то салатик из овощей и еще закуска у меня кактусы ой у меня наверно тоже да это тоже кактус Люба вот кактус смотри вот это лист кактуса видишь лежит у меня тоже такая же закуска есть Люба будешь закуску вот эту? это кто? у меня есть жуки у меня есть у меня есть у меня есть у меня есть Субтитры подогнал «Симон»